Уважаемые коллеги, в наше нелегкое время поговорим сегодня о питании, потому что это тоже немаловажно и помогает, может быть, не очень кардинально, но все-таки помогает бороться нам с артериальной гипертонией в такое непростое время. Ну, сначала вот обратимся к тому, что мы едим, наше, почему питание, почему при артериальной гипертонией важно питание и в период пандемии. Вот посмотрите, что мы едим, у нас в рационе небольшие перекосы, с синим это что мы недоедаем, мы недоедаем растительных продуктов в настоящее время, это овощи, фрукты, ягоды, картофель и молоко и молочные продукты. Вот такие наши недостаточные потребления. И в избытке у нас сахар, кондитерские изделия, мясо и мясопродукты, то есть продукты животного происхождения. И поэтому вот наш рацион, какой здесь получается уже в химическом составе рациона, это избыточное содержание жира, у нас 36-37% по калорийности, при норме не более 30% и избыточное потребление животного белка. Должно быть животного и растительного белка 50 на 50, вот у нас уже в настоящее время 63%. И вы видите, что вот за последние где-то 10-12 лет эти цифры продолжают расти. И вот такое наше с вами питание приводит к нарушению пищевого статуса. Что такое пищевой статус? Это состояние организма, связанное с питанием. А в свою очередь нарушение пищевого статуса приводит к развитию заболеваний, связанных с питанием, то есть алиментарно зависимых заболеваний. И на первом месте среди этих заболеваний, конечно, заболевания сердечно-сосудистой системы, вот атеросклероз, артериальная гипертония, гиперлепидемия, ожирение, сахарный диабет, остеопороз, подагог, желчнокаменные болезни и другие. Даже вот некоторые виды злокачественных наобразований, к которым относятся гормонозависимые виды рака. Вот вы видите, что артериальная гипертония, она вырывается на первое место, особенно у женщин. Она занимает практически первое место среди всех остальных патологий, которые связаны с питанием. Это самые распространенные опасные заболевания из всех сердечно-сосудистых. Количество гипертоников постоянно растет. За последнее время 40 лет удвоилось. Почему страшна артериальная гипертония? Потому что она страшна своими осложнениями. Как вы знаете, это инфаркт миокарда, инсульт, потери трудоспособности, инвалидизация и летальный исход. Два основных фактора, касающихся питания для артериальной гипертонии. Это избыточное потребление соли и избыточная масса тела и ожирения. Вот посмотрите, как в настоящее время мы потребляем соль. Сколько мы ее потребляем? Вы помните, что рекомендации ВОЗ, наша рекомендация это 5-6 граммов в день. 65% нашего населения, они потребляют больше 8 граммов соли в день. В основном, почему мы это потребляем? Потому что мы едим в основном продукты промышленного производства. И вот больше 80% натрия хлора мы получаем именно с этими продуктами. Вот приблизительно посмотрите на этот рацион. Может быть, вам он будет как бы известен, близок. Может быть, вы тоже так же едите. Вот смотрите, что включают в себя эти 12 граммов соли. Как мы их можем получить из продуктов. Вот это, например, 150 граммов хлеба, 30 граммов сыра, 150 граммов сосисок, 30 соленой рыбы, 1 порция жареной картошки, которую, естественно, тоже мы солим, 2 соленых огурца. Вот такой, значит, рацион. И вот за такой рацион мы получаем уже 12 граммов соли. То есть в 2 раза больше рекомендованных. Второй фактор риска – это ожирение, избыточная масса тела. Известно, что по меньшей мере 2,6 миллиона человек умирают ежегодно от заболеваний, ассоциированных с ожирением. Вот видите, смертность от сердечно-сосудистых заболеваний и избыточная масса тела. И вот распространенность факторов риска, то есть ассоциированных с ожирением заболеваний, самое распространенное – это артериальная гипертензия. Вот видите, даже несахарный диабет. Насколько больше ожирения ассоциировано именно с артериальным гипертонией. В настоящее время, вот по последним данным Росстата и данным нашего института, у 62% нашего населения имеется и избыточная масса тела, и ожирение. И вот, значит, в том числе ожирение в среднем – это 22%. Нашего населения имеет практически четверть, имеет избыточное, имеет ожирение. А две трети имеют избыточный вес и ожирение, то есть индекс массы тела больше 25%. Ну и ожирение, понятно, что снижает продолжительность жизни. При избыточной массе тела – это снижение на 5 лет, при ожирении – на 15. Как противостоять артериальной гипертонии? Ну, лучше лечение – это профилактика. Лучше предотвратить, чем лечить. Ну и, конечно, вот с чего начинается лечение артериальной гипертонии – это, конечно, изменение образа жизни. То есть здоровый образ жизни, наше современное, любимое, модное слово – СОЖ. Это как раз относится к артериальной гипертонии тоже. Значит, что туда входит? Ну, это, конечно, отказ от курения, регулярные физические нагрузки, снижение потребления алкоголя. И вот все, что связано с питанием – это, конечно, снижение потребления натрия, то есть соли, диета, снижение массы тела, то есть факторов риска артериальной гипертонии. И два момента, которые всегда выделяют и наши, и зарубежные кардиологи – это увеличение потребления калия и магния в рационе. Вот самая актуальная рекомендация американской коллегии кардиологов в этом году – это, помимо мониторирования электрокардиограммы, это коррекция гипокалиемии и гипомагниемии. Ну вот, что такое калиемагния – это основные клеточные ионы в нашем организме, и они действуют, и как каждый из них действует на функцию сердечно-сосудистой системы, так и действие их синергично, то есть они потенцируют действия друг друга. И вот, когда они потенцируют действия друг друга, то получается, что они участвуют вместе в выработке энтотелиальных релаксирующих факторов, также поддерживают эластичность сосудистой стенки, способствуют проведению нервно-мышечного импульса и формированию клеточного гидра. Значит, существуют различные нормы нашей и зарубежной потребления калия и магния. На этом акцентируется особенное внимание среди кардиологов. И вот видите, как в различных странах, какой уровень потребления калия и магния. В основном уровень потребления калия – это больше 3,5 граммов в день. И это уже доказано, что связано с тем, что большее потребление, чем 3,5 граммов, снижает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, артериальной гипертонии. А магния – это потребление больше 420 миллиграммов. У нас по последним нормам потребления энергии и пищевых веществ, которые были утверждены в 2008 году еще и Геннадий Григорьевич Манеченко, значит, потребление калия должно было составлять 2,5 миллиграмма, они еще там до сих пор записаны, и магния – 400 миллиграммов в день. Ну вот, учитывая то, что и зарубежные рекомендации, и то, что менее 3,5 граммов в сутки потребление калия связано с риском сердечно-сосудистых заболеваний, а магния – меньше 400-420 миллиграммов в день, значит, наши нормы сейчас будут пересматриваться, мы пересматриваем эти нормы, почему? Потому что обычно это институт питания разрабатывает эти нормы, и вот в настоящем проекте, нормы, которые мы сейчас разрабатываем, это увеличение содержания в рационе калия с 2,5 граммов до 3,5, а увеличение магния с 4 до 4,20 миллиграммов в день. Почему магний тоже увеличивается? Потому что он влияет на уровень кальция, на уровень калия, и еще и взаимодействует с витамином D. Как у нас население обеспечено калием и магнием? Не одинаково в нашей стране, но в основном у нас наблюдается недостаточность калия и магния. Вот при Свердловской области недостаточно наблюдается у 40% населения калия и магния у 55 школьников, у 79 почти процентов работников промышленных предприятий. В то же время в Стравопольском крае, например, потребление калия и магния у мужчин практически в норме. В Московском регионе тоже недостаточно калия меньше 3 граммов и магния меньше 300 миллиграммов. То же самое наблюдается при обследовании лиц, поступивших в лечебные учреждения. Тоже недостаточное содержание. Причины какие? Такие причины – это потребление рафинированных продуктов, очищенных продуктов, которые подвергли глубокой термической обработке, наличие хронических заболеваний, некоторой лекарственной терапии и так далее. И вот, значит, чтобы, так как подчеркнуто большое значение калия и магния в терапии артериальной хипертонии, то в 2019 году было опубликовано заключение экспертного совета по проблемам электролитных нарушений в кардиологии. И вот, согласно заключению экспертов, рекомендовано обязательное потребление таких вот препаратов, как панангин, который содержит калия и магний. Ну, вот в двух, в частности, дозировках. Это обычный панангин по 2 таблетки 3 раза в день. И, значит, форма форты, которые можно принимать одной таблетки в 3 раза в день, то есть меньшее количество таблеток. В чем такая вот роль, такой механизм действия в такой форме именно калия и магний? То, что они соединены с аспарагенатом, то есть с аспарагиновой кислотой. Они там находятся в форме аспарагената. Аспарагиновая кислота была выделена путем гидролиза из аспарагина и сока спаржи. Отсюда, собственно, и название. И соединение вот ионов калия и магния с этой кислотой способствует лучшему их переходу через клеточную мембрану. То есть они становятся более доступными. Ну и вот назначается, в частности, эта лекарственная форма. Хотя, хоть она и лекарственная форма, но фактически здесь соединены два нутриента еще вместе с аспарагиновой кислотой. То есть фактически нутриативный такой препарат. И вот он назначается, если содержание калия в плазме на 3,5 до 3,9 ммол на литр, то тогда на 4 недели. А если меньше 3,5, то уже на 12 недель. Надо сказать, что в период пандемии фактор риска тяжелого течения также на первое место выходит артериальная гипертония. Она в 24% случаев обусловливает тяжелое течение ковида. Даже больше, чем остальные заболевания. И она может, как уже и показала практика, развиваться на фоне различных нарушений питания у нашего населения. То есть как на фоне недостаточного питания, так и на фоне избыточного питания. Ну, это недостаточность и избыточность питания легко очень определить по индексу массы тела, чтобы вам было понятно. То есть недостаточное питание – это индекс массы тела ниже 18,5, а избыточное питание – это выше 25, выше 30, если это ожирение. И вот на фоне недостаточного питания тяжелая коронавирусная инфекция сопровождается возрастанием показателей воспаления. Это циреактивный белок, фактор микрозоопухоль, ферритин, фактор семейства интерлекинов и так далее. И для синтеза белков используются бумин и мышечные белки. То есть на фоне недостаточного питания, недостаточное питание еще больше усиливается. И поэтому вот эта развивающаяся белковая фалорина или белковая энергетическая недостаточность является фактором риска осложнения любой инфекции, в том числе и коронавирус. То есть такая благоприятная почва для попадания инфекции и нарушения различных нарушений, связанных с ней. Под влиянием стресса еще снижается аппетит у таких пациентов, у которых недостаточность питания. И требуется коррекция, в том числе назначение. Можно с этим справиться в основном с помощью интерального и параинтерального питания. Ковид чаще еще в нашей стране развивается на фоне избыточного питания. То есть лица с ожирением тоже имеют повышенный риск развития этого заболевания. В основном это связано с тем, что ожирение является фактором риска, например, сердечно-сосудистых заболеваний и других заболеваний. Я уже говорил, что в России более 62% населения имеют избыточную массу тела, ожирение 22,3%. Снижение физической активности является тоже риском избыточной массы тела и как следствие ухудшения тоже со стороны сердечно-сосудистой системы. В отличие от лиц с недостаточным питанием, лица с избыточным питанием, как раз стресс заедают. То есть стресс у них еще больше увеличивает аппетит. И тем более, что в условиях изоляции они могут, более доступен холодильник, они могут более часто к нему подойти. И вот это заедание еще плюс стресса приводит к еще большему нарастанию массы тела и, как у бителюшек, к большему нарастанию артериальной гипертензии. В нашем институте был разработан такой специальный рацион, то есть методические рекомендации для питания лиц с артериальной, вообще не с артериальной гипертонией, а для питания в период пандемии. Но в том числе и для лиц с артериальной гипертонией. Значит, постоянный стресс может привести к неврозам и последовательно влиять на иммунную систему и снижать адаптивный, адаптационный потенциал организма. И вот здесь оптимальное питание должно быть направлено на защиту человека от стресса, на нивелирование различных метаболических нарушений, вызванных стрессом, и на повышение иммунно-реактивной защиты организма. И вот изменение пищевого поведения требует это стрессо-формирующая ситуация, необходимость усиления потенциала адаптационного и сниженная физическая активность. И все это вот учитывается при формировании рациона в период пандемии. Вот какие основные принципы рациона диета-терапии больных с артериальной гипертонией. Ну, конечно, это контроль за энергетической ценностью рациона, то есть ожирение нам здесь совсем не нужно, оно будет провоцировать развитие артериальной гипертонии, то есть энерготраты должны соответствовать поступлению энергии с пищей. Затем количество белка обязательно должно быть физиологической потребностью соответствовать и как бы даже еще может быть немножко больше. Почему? Потому что из белка формируется антитела, поэтому здесь вот содержание белка ни в коем случае нельзя снижать, хотя снижается калорийность рациона. Затем, значит, обеспечивается достаточное количество полиненасыщенных жирных кислот, которые поступают с растительными маслами, с жирной рыбы. Увеличивается потребление пищевых волокон, это овощи, фрукты в основном, ну и зерновые продукты. Также самое главное, что вот в патогенезе артериальной гипертонии и что нивелируется питанием, это минеральный состав рациона, то есть снижение потребления натрия. То есть в период обострения артериальной гипертонии это даже может быть полностью исключить, то есть пища готовится в несоленом виде, только потом уже, когда вот криз, например, обострение гипертонической болезни миновал, тогда разрешается вот где-то 3-5 граммов в день соли на досаливание, а готовится пища без соли. Затем вот необходимо увеличить как раз содержание калия и магния, а также адекватное потребление витаминов группы В, Д, других антиоксидантов, также дробный режим питания и обеспечение правильной обработки пищи технологической. Сейчас мы тут все остановимся подробно. Вот энергетическая ценность рациона. Известно, что во время домашнего режима в условиях пандемии энерготраты снижаются на 300-400 калорий. И поэтому здесь необходимо уменьшить энергетическую ценность рациона посильно, по мере возможности увеличить физическую активность за счет, например, домашней уборки квартиры, то есть физической активности в домашних условиях. Калорийность рациона снижается у мужчин до 1800-200 калорий, а у женщин до 1600-1800 калорий. Ну и рекомендовано тоже разделить режим питания по калорийности равномерно, в основном на три основных приема и промежутки, по где-то 5% от калорийности. Значит, вот калий и магний, на которые нужно обратить на внимание. Вот вы видите продукты, которые содержат калий и магний. Это продукты не экзотические, это вполне доступные продукты для нашего рациона. То есть вот тот же отварной картофель, капуста. В случае калия это, конечно, рекордсмен курага. Затем бананы, абрикосы. Также есть большое количество томатов, гречневых кашек по соли. Что касается магний, это семечки подсолнечника, орехов много магния, но орехов много, к сожалению, съесть нельзя, потому что они очень калорийные. А мы помним, что у нас калорийность наша в рацион ограничена, поэтому мы можем съесть орехов где-то около 30 граммов в день. Ну, также вот бобовый горох, каша гречневая, капуста тушеная. То есть это абсолютно простая еда, в которой содержится много калия и магния, питающие сердце. Вот существуют даже специальные рационы калиевой и магниевой диеты. Вот в калиевой диете это 4 рациона. Они приблизительно, они возрастающие калорийности, и в них около 5 граммов калия в день. Они составлены из тех продуктов, которые вы перечисляли, которые являются основными источниками калия. Вот рационы магниевой диеты, их 3. Значит, здесь тоже они идут по возрастающей, назначаются по 2-3 дня. И содержание магния у них от 700 до 1300 миллиграммов в день в таких рационах. Вот такими рационами в нашей клинике лечебного питания еще давно, еще во время Нарпевзнера, лечили артериальную гипертонию и старались ее лечить без лекарственных препаратов. Надо сказать, что магния в основном к нам поступает еще и с воды. Не столько из пищи, но на 50% где-то поступает из воды. И вот, значит, очень большое влияние на поступление магния с водой оказывают бытовые фильтры. Если фильтры стоят очищающие воду и не потом способствуют ее дополнительной минерализации, то как раз вот содержание за счет водных источников магния очень даже снижается. Ну, здесь вот представлены воды различные, минеральные воды и столовые воды, которые содержат магния. Значит, некоторые вещества влияют на поступление и всасывание в организм калий магния. Для калия он в основном всасывается хорошо, но лучше он всасывается в присутствии витамина В6, снижает как раз этот избыток натрия, рационный снижает, значит, поступление калия. И вот недостаточное обеспечение витамином В6. Дальше факторы, которые улучшают адсорцию магния, это инулин, витамины тоже группы В, В6, В1, калий-наротовая кислота и органические соли, в форме которых он всасывается. Снижается содержание магния, это фитиновая кислота, которая содержится в отрубях, надо сказать, что в отрубях и мало не содержится, мы рекомендуем отруби как источник магния, но вот этот комплекс с фитиновой кислотой снижает его поступление. Также вот щавелевая кислота, например, которая находится много в шпинате, кальций и фосфаты, которые содержатся в колбасных изделиях, ну и алкоголь. Также магния и калия могут поступать в виде биологически активных добавок и специализированных пищевых продуктов. Вот профилактическая есть соль, где содержится мало натрия, меньшее количество натрия, около 60%, а есть еще, которые содержат 30% натрия, и остальное, значит, соли, это соли магния и калия. Также вот магния, например, может поступать из сушеных водорослей, которые входят в состав этих продуктов, но, к сожалению, биодоступность его из них небольшая. Ну и, наконец, они в большом количестве содержатся в витаминно-минеральных комплексах и в сочетании с другими биологически активными веществами. Вот вы знаете наш 395-й приказ, где витамины-минеральные комплексы введены в состав всех стандартных диет для обязательного употребления. Таким образом, значит, в рационе больных с артериальной гипертонией необходимо увеличить количество калия, магния, йода, еще и кальция, также витаминов и антиоксидантов и ограничить применение трансэзомеров жирных кислот, холестерина, насыщенных жирных кислот, поваренной соли и добавленного сахара. Значит, что касается вот структуры рациона, если мы перейдем к продуктам, какие продукты мы должны включать в свой рацион, это первый принцип, сохранить достаточное разнообразие продуктового набора, тем более в условиях коронавируса, когда и так понижено настроение, что нас может порадоваться, это разнообразная еда. Воды желательно не меньше 2 литров в день, если не имеется противопоказаний. Также, значит, основные виды продуктов, основные группы продуктов должны быть хлеб на основании, лучше цельнозерновой или с отрубями, значит, затем молоко-молочные продукты, желательно, чтобы они были невысокой жирности, то есть для молока и кефира и так далее, кисломолочных продуктов это не больше 2,5%, творог не больше 5%, сметана не больше 15%, сыр не больше 20% жирности. Кроме этого, необходимо включать также продукты, белковые группы обязательно, мы говорили, что необходимо для выработки антител. Это мясо птицы, рыба, причем птица как источник и по НЖК Омега-3 должна быть не менее 2 раз в день, желательно быть, растительное масло должно включаться, блюдо из яиц 2-3 раза в неделю, значит, затем фрукты, овощи, ну, как по возрасту, но не меньше 400 грамм в сутки, можно, конечно, и больше. Кроме этого, можно воспользоваться еще специализированными продуктами и биологически активными добавками к пище, теми же витаминно-минеральными комплексами. И вот какие нужно ограничить, это те продукты лучше ограничивать, не только это касается пандемии, но и в обычных условиях нашей жизни желательно ограничить продукты, которые являются источниками, так называемых, критически значимых пищевых веществ, то есть это сахар, соль, насыщенные трансжиры. Ну вот, что к ним относятся, это кондитерские изделия, хлеб из муки высшего сорта, сладкие газированные напитки, сокосодержащие напитки, в которых много сахара, колбасы, значит, они содержат в основном жир и соль, мясная там другая продукция, это копченый сыр, копченый, сыры с большой жирностью, жирные сорта мяса, майонез и так далее, чипсы, фастфуд. Значит, вот приблизительно какой набор продуктов, это в наших рекомендациях, они находятся, эти рекомендации, если кто-то к ним захочет обратиться, более внимательно их прочитать, они находятся на сайте нашего института и еще находятся на сайте Роспотребнадзора. Дата их утверждения 10 апреля этого года. утверждены поповой, чтобы вам ориентироваться. Вот здесь, значит, показано, сколько приблизительно должно быть в рационе содержание тех или других продуктов. Значит, способ приготовления блюд, это, конечно, основной способ, это отваривание, тушение, запекание, приготовление на пару. Если, значит, используете сельдь слабосоленой, то лучше ее вымочить в воде. Для заправки салата предпочитается растительное масло, а не майонез. Майонез можно заменить йогуртом или сметаной где-то 10%, 1-15% жирностью. Ну и из биологически активных добавок рекомендуется те, которые оказывают такое успокаивающее действие, и также источники различных пищевых веществ, такие как витамины, минеральные вещества, дозы близких к рекомендуемому сучному потреблению, то есть к физиологическим дозам. Также вот различные витаминно-минеральные комплексы, которые содержат их в большом количестве. И вот, значит, наконец, режим питания. Это три основных приема пищи, один-два перекуса. Ну и здесь, не сидя дома, конечно, большинство людей устроит вот такое многоперекусное, так скажем, питание. Так как все равно в холодильник уходить, они, значит, чем... Это, можно сказать, тоже вид физической активности, поход в холодильнику. И вот, значит, конечно, вот если им будет не хватать еды, то можно и пяти-шести разовые подходы. Ну, на завтрак что может быть? Это может быть или крупяное блюдо, то есть каша какая-нибудь, или яичница, или омлет, или творожные блюда, то есть запеканки, дополнительно могут быть свежие овощи. Второй завтрак, перекусы какие должны быть, и в полдник, они как бы и в тот и другой прием пищи, рекомендуется приблизительно одинаковые продукты, но если вы их принимали на второй завтрак, то на полдник что-то нужно другое. Что это может быть? Это соки, фрукты, сухофрукты, орехи, но не больше 30 граммов в день. Молоко, кисломолочные продукты, йогурты, нездобные печенья. Затем, значит, на обед, ну это как всегда салат, лучше, естественно, овощной. Первое блюдо тоже желательно, чтобы где-то две трети из недели составляли именно овощные, такие китарянские супы. Затем, значит, нежирные продукты белковой группы, это мясо, птица, рыба. Желательно тоже с овощным или крупяным гарниром. И на ужин тоже какой-то белковый продукт или творог, и тоже желательно с овощным гарниром. Ну, на ночь, если человек околодает, сидит дома, то это кефир, йогурт и так далее с жирностью полтора-два с половиной процента. Лучше, чтобы они еще были облащены пробиотиками, для того, чтобы, так сказать, была профилактика дисбактериоза. Ну, и также можно во время перекуса включить зерновые хлопья, но тоже не увлекаться, потому что надо посмотреть, какая у них калорийность. Ну, вот вы можете свои представления о здоровом питании в период коронавируса сравнить вот с этим меню. Вот, посмотрите, так ли вы питались и, так сказать, первую волну, и вот теперь во вторую волну. Похоже ли это меню на ваш рацион? Ну, и если вот как шпаргалку, можете обратиться на наш сайт или на сайт Роспотребнадзора к этим рекомендациям. Вот. Ну, у меня, так сказать, все. Если какие-то вопросы, я отвечу с удовольствием. Спасибо большое. Ну, какие-то вопросы у нас здесь есть. Я зачитаю, пока другие готовятся. Значит, два вопроса относительно гемодиализа. Как быть на гемодиализе с потреблением калия? Ну, это отдельный разговор. Мы его сейчас не касались. Это специальная диета. В общем, в основном это все разрабатывается индивидуально. Конечно, смотрится уже биохимия каждого пациента. Это очень сложный вопрос. Мы его сегодня не касаемся. У нас сегодня только общие рекомендации для тех, кто находится дома, у кого будет повышенное артериальное давление. Гемодиализа не касаемся. То есть заболевания почек не касаемся сегодня никак. А магний? Магний, насколько я знаю, на диализе не очень обсуждается. Ну, мы сегодня про диализу не будем говорить. Ну, хорошо. Так. Больные ковидом не хотят, не могут есть целую неделю, только пьют. Как наладить поступление питательных веществ в этот период? Это, правда, был давно задан вопрос. Может быть, вы частично на него ответили? Ну, дело в том, что если они дома сидят и будут только пить, естественно, что это будет истощение. Если они находятся в каком-то учреждении, в стационарных условиях, то это, конечно, к ним будет применено энтеральное питание, иногда и параэнтеральное питание по показаниям. Но в домашних условиях, конечно, обычно такого редко бывает. Если больные стащены и родственники видят, что они ничего не принимают, пищу, то они нуждаются просто в госпитализации. Именно вот в параэнтеральном питании, чтобы наладить свой метаполизм. Это вы так сейчас бабахнули. Ну и бабахнули. Если он не ест ничего. Вот там же разные могут быть причины, что он не ест. Одно дело, у него понижено. Мы сейчас говорим о том, что при ковиде мы загрузили ненужной госпитализации все больницы и устроили вообще страшное дело с тем, что мы везем, везем и везем. Давайте мы сейчас будем еще везти тех, кто не ест. Они все не едят дома. Я вам по секрету скажу. Все больные с ковидом ничего не едят. Более того, они худеют по 15 килограмм. Ну а некоторые в домашних условиях. Но это не все. Некоторые наоборот. Нет, наверное, некоторые наоборот. Но я таких не знаю. Я знаю только те, кто худеет. Те, кто не ест. И везти их из-за этого в больницу я вообще не вижу никакого смысла. Переболеет, отболеет, потом будет восстанавливаться. Я бы такую рекомендацию не поддержал. Потому что мы как раз рекомендуем максимальное количество больных оставлять дома и лечить амбулаторно, лечить их антикоагулянтами. Они прекрасно компенсируются на антикоагулянтах без всякой госпитализации. А если они попадают в больницу, то там начинаются проблемы внутрибольничной инфекции, масса всяких остальных проблем, поэтому не знаю. У нас сегодня немножко не та тема. У нас речь идет о больных с артериальной гипертонией в период пандемии, а не больных ковидом с артериальной гипертонией. Это все равно какая-то тема у нас про ковид. А это ковида. Когда они сидят дома и как им питаться больных с артериальной гипертонией. Конечно, это не больные ковида, это отдельная тема. Ну хорошо, вот мне пишет больная, которая на гемдиализе вопрос задавала, что она наоборот набрала вес и не знает, как его сбросить. Непонятно, только набрала ли она во время заболевания ковидом, был ли у нее ковид, или просто набрала вес. Ну, опять, это диализ, понимаете, диализ и вес это несколько отдельная тема, прямо скажем, да, то, что это жидкость в первую очередь. Сегодняшняя, да, это не сегодняшняя тема. Вот еще раз. За счет отеков это может быть. Ну да. И доступность йода из водорослей тоже низкая, спрашивают. Доступность низкая, но если все-таки водоросли очень рекомендуется в качестве источника йода, если вот хотя бы 100 граммов морской капусты в день есть, то, в принципе, дозу такой физиологической йода получить можно. Кроме йода, там все-таки морской капусты находятся те же по НЖК-омега-3, и там находятся гепариноподобные вещества, которые способствуют снижению свертываемости крови. Поэтому, конечно, морская капуста это было бы очень неплохо. Влияет и на сосудистую стенку, на свертывающие свойства крови. Вот у нас в клинике лечебного питания больные с сердечно-сосудистыми заболеваниями раз в день едят по 100 граммов морской капусты. Понятно. Ну, здесь вот продолжается дискуссия про ковид и гемодиализ, что лечилась дома, набрала сухой вес. Ну, я не очень понимаю, что такое сухой вес у больного на гемодиализе, потому что мы же не можем раздифференцировать эту жидкость, которая осталась, как достаточно, так сказать, очень обязательно даже отеки, это просто гидромия, гидротация, скажем так, организма, она совершенно не важна, с отеками связана или нет. Вот. Ну, тут надо разбираться, я думаю, что мы вот сейчас с экрана вряд ли дадим какую-то рекомендацию по весу и калию у больных на диализе, это абсолютно индивидуально, я тут абсолютно тоже согласен, что так мы не сможем. Чипсы из морской капусты приравниваются к морской капусте. Ну, в принципе, да, существует даже такая форма сухой морской капусты, которая продается как фармпрепарат в аптеках, но там больше одной ложки ее употреблять нельзя, потому что можно даже дойти до кровотечения. Я просто не знаю, сколько в чипсах из морской капусты, сколько там содержится именно морской капусты, надо посмотреть дозу йода. А морская капуста вызывает даже кровотечение? Я, честно говоря, не знал. Сухая морская капуста, там большая доза получается йода, именно сухой, она продается... Нет, я про кровотечение. А, ну, если большая передозировка, у нас были такие случаи в клинике лечебного питания, но это раньше, сейчас ее редко применяют, раньше было такое. А в лавину тут передозировка делают. Народ собирается разжижать кровь. Не устроя рекламу большую. Достаточно 100 граммов обычной морской капусты, включать в салаты, и все будет хорошо. Скажите, пожалуйста, вот раньше как-то калий связывали с картофельной кожурой. Я помню, что была такая тема, не чистить картошку, варить ее в мундире и съедать ее вместе с кожурой. Это сейчас не так? Ну, дело в том, что если молодая картошка, то, конечно, так и нужно. А если там зеленый, значит, солонин под кожей, то его нужно все равно максимально срезать, чтобы, так сказать, принцип не навредить, соблюдать. А так, конечно, в картошке, которая печется, то есть в печеной картошке, максимальное содержание калия. Ну, да, я как раз думаю, запеченная картошка, она и вкусная, и все хорошо. И вкусная. То есть это остается? Это остается. Ну, хорошо. Так, еще, друзья, вопросы? Ну, я что-то пока не вижу. Только спасибо, разжижать кровь, ура! Будем разжижать. Ну, кроме морской капусты, разжижает кровь еще и панджика омега-3, естественно, с морской рыбы. И чеснок. Он в таблетках продается. И вот иногда даже таблетки помогают таким мягким обладать разжижающим действием чесночные. Это из природных средств. А что мы про питание говорим? Про парад. Ну, да. Тут народ дублировал вопросы в разных разделах, но мы их уже все задали. Значит, я еще раз про гемодиалис. Это, к сожалению, тема не нашего общества, мы общество-терапевт. А диалис – это отдельная, совершенно специфическая тема для специалистов, которые этим занимаются. Я не уверен, что для нас это представляет большую актуальность. Хотя понятно, что больным это интересно. Очень непростая тема, да. Чеснок в таблетках. Есть такой. Тоже с какими-то восклицательными знаками. Здорово, супер. Я не очень понимаю, в чем тут, так сказать, супер. В чем вопрос стоит? Здорово, чеснок в таблетках. Ну, есть чеснок в таблетках. Есть такой. Таблетки чеснока. Алицин действующий. Ну, я, конечно, не очень большой специалист в таблетках чеснока, но мои воспоминания об этом продукте, который я совершенно не употребляю в чистом виде, состоит в том, что чеснок надо натирать, мелко резать, он должен быть натуральным, а не таблетированным. Вообще, все таблетированные продукты питания это что-то, ну, так, не очень. Это не конституту питания, я бы сказал так. Это все-таки клиническая фармакология. Я далеко не уверен. Ну, там, скажем, таблетки валерьяны и валерьяна в чистом виде, это же все разные вещи. Таблетки валерьяны. Ну, конечно, нет. К присутствию питания относятся к обычным чесноком. Ну, вот, по части натирания на хлебную корочку, ну, да. Кстати, напомним, что чеснок обладает антиагрегантными свойствами и вполне может потенцировать действие, например, тех же гепаринов или прямых антикоагулянтов, которые мы сейчас широко назначаем при ковиде. Я не знаю, насколько там опасно или нет, но аспирин, например, мы отменяем всем категорически. То есть аспирин, там, любой дезагрегант, НПВС, я всем настоятельно рекомендую отменить, потому что в сочетании с антикоагулянтами я слишком много видел серьезных осложнений. Я поэтому немножко так с осторожностью с водорослями в данном случае, да, если это больно с антикоагулянтами, будьте внимательны, потому что можно получить неприятности. Да. еще вопросы? Тут прямо у нас интерактивно все идет. Это было утверждение и восторг по поводу чеснока в таблетках. Нет, ну, тут же ПНЖК омега-3, это трибежир, и коза-педагеной, и коза-гексоеновой, у чубчик, которые принимают его, конечно, в большее количество, гораздо, чем мы, у них отмечено, что помимо положительных эффектов на сердечно-сосудистые системы, на уровне того же артериального давления, у них повышенная кровоточивость рам, тоже у них пониженная свертываемость, но при больших дозах. Они же принимают, ну, в смысле, рыбы едят много, и омега-3 с ними. Это требует изучения, это интересная мысль. Да, вот можно, как бы, рекомендовать. Вообще рекомендует ПНЖК омега-3 где-то 300-400 граммов в неделю рекомендованы. Это вот для профилактической цели в отношении сердечно-сосудистой системы, но в том числе и вот в отношении свертываемости. Ну, хорошо, если у нас нету, вопросов, я тогда, с вашего позволения, подведу краткий итог. Ну, во-первых, тут уже был вопрос, будет ли публикация, обязательно наши все выступления идут в публикацию, вы можете, вот сейчас вывесили ссылку, где это будет. У нас достаточно большое посещение наших этих лекций, наших выступлений, вот, и, ну, некоторые достигают там по-другому. 20 тысяч, не даже больше. Вот. В целом, вопросы питания остаются для терапевтов актуальными, потому что мы мало с ними знакомы. Это как бы параллельные миры, и в результате никто не пользуется теми простыми вещами, которые заложены в обычных диетах. и это плохо. К сожалению, не все, извините, я уж тут пальцем немножко ткну, не все лектора адекватны в части питания, да, тема такая немножко спекулятивная, и будьте очень внимательны, потому что иногда такие, в общем-то, вещи в области питания начинаются, что, ну, ужасно совершенно. вот, ну, вот, типа того, нет натуральных продуктов в магазине, конечно, у нас одна синтетика в магазине, что значит натуральных продуктов. Они натуральные, там, может быть, есть какие-то антибиотики или гормоны, это я не знаю, попробуйте покупать на рынках, но говорить, что нет продуктов, я бы тоже с осторожностью к этому отнесся, к таким высказываниям. Вот, поэтому если мы что-то можем лечить без применения таблеток, то это всегда очень хорошо. Если мы можем кому-то из гипертоников помочь диетой, это замечательно. Так же, как, кстати, говорили больным с сахарным диабетом. Да, довольно много больных, которые могут вполне обходиться без лекарств, получая только диетическое лечение. Это не значит, что надо бросать инсулин, это только не надо меня тоже передергивать, да, или там, но тем не менее, учитывая, что сегодня есть такое понятие, как индивидуальная норма, и уровень глюкозы в крови может быть и 5, и 6, и 7 для человека, и не надо стремиться его очень сильно снижать до нормальных цифр, потому что это опасно гипогликемии. Напомню, что очень хорошо снижает уровень глюкозы, кстати, физическая нагрузка, тоже не надо забывать об этих методах простых лечения. Ну, собственно говоря, поэтому мы и постоянно призываем наших коллег из Института питания, потому что эта тема остается актуальной, мы будем вновь и вновь к ней возвращаться. Спасибо вам большое за доклад, и до новых встреч, всего хорошего. До свидания. Спасибо. Спасибо.